Всем привет, с вами Дима, Ферум Лэйв. У нас очень давно не было на каналах ничего о салями, и поэтому мы решили по нему основательно так ударить. Конкретно сейчас вы видите в моих руках Redmi Note 9 Pro, но у нас есть и Redmi Note 9S, и Redmi Note 9, и об этих всех телефонах, и будут в общем-то ближайшие ролики, вот такой вот краткий анонс. Ну и в общем-то по этому аппарату будет обзор со сценарием со всеми пирогами на ферумком, и поэтому если у вас вдруг есть по нему какие-то вопросы, то вы в комментариях к этому видео их оставляйте, и в опыте использования я на эти вопросы в общем-то и буду отвечать. И ради этого главным образом данный ролик и снимается. Ну и для того, чтобы это видео не было просто анонсом грядущего видео, немножечко информации о телефоне, о котором мы в ближайшее время будем подробно рассказывать. В комплекте у нас имеется чехло, чехло самое обыкновенное, полиуретановое, прозрачное, вообще ничего особого про него я сказать не могу. Самый стандартный комплектный чехол, который мы видим в последних телефонах, в комплекте с последними телефонами Xiaomi, ничего такого. Кабель самый обыкновенный USB Type-A на USB Type-C, самый обыкновенный, ничего такого в нем опять-таки нет. А вот зарядка здесь достаточно необычная, нестандартная, немножечко мы подбили камеру, но ничего страшного. Я специально навел фокус, чтобы вы могли сами почитать, какие токи здесь, но важно то, что это Quick Charge Qualcomm 3-го поколения и максимальная мощность 33 Вт. Я не знаю, с какими конкретно аппаратами эта зарядка будет работать на максимальных, скажем так, оборотах, с максимальной мощностью на выходе, но я обязательно затестю и скажу вам, за сколько этот аппарат заряжается от комплектных аксессуаров. Ну и в комплекте есть шпилька, сим-тул, сим-тул для изъятия лотка, но я ее не изымал, потому что не хотел коцать коробку, и поэтому сим-тулом от другого телефона мы сейчас быстренько откроем лоток. Вот, я даже обнаружил, где он находится. Мы его открываем, и что мы видим внутри, я на самом-то деле сам не знаю, как он выглядит. Первое впечатление, вся фигня. Вот, а лоточек у нас православненький, такой как надо. То есть и на две симки, и на карту памяти одновременно, если вам нужно расширить память, жертвовать одной из сим-карт, для этого вовсе не обязательно. И это замечательно. По самому аппарату, что мне хотелось бы сказать. Ну, во-первых, Xiaomi они продолжают, скажем так, быть в своем репертуаре, и поэтому девайсы даже после первых минут использования не кажутся идеальным. Например, я не уверен, что это хорошо передает наша камера, но мы на всякий случай даже яркость понизим, чтобы вы в теории могли увидеть то, что вокруг камеры, в частности, у нас неравномерная подсветка, по нижней грани экрана у нас неравномерная подсветка. Ну, в общем, не безупречен этот аппарат, сразу это можно сказать. Плюс, помимо того, мне удалось обнаружить где-то вот здесь, быть может, даже это вы увидите, вот над моим пальчиком есть дефект, да, вы его видите. На вот этой вот переливающейся подложке у нас есть, я не знаю, пылинка какая-то, которая туда попала, я не знаю, с чем это связано. Ну, в общем, есть косячок, микробрак его, наверное, можно так назвать, но это мы видели во многих аппаратах от этого бренда, и поэтому тут удивляться опять-таки нечего. Ну, снизу у нас то же самое имеется, ну, короче, вы поняли, не идеально он сделан, но в остальном, тем не менее, потенциально это очень хороший смартфон, как минимум по характеристикам, потому что сзади у нас, помимо вот этой всей красивенькой переливашки и камеры на 64 мегапукселя, у нас вот это вот не пластик, это Gorilla Glass 5, что замечательно, как и севшее солнце, из-за которого я наверняка сейчас черный, как негр. Помимо того, у нас здесь Qualcomm Snapdragon 720G, если я ничего не путаю, хорошая батарейка, то есть в теории аппарат многообещающий, скажем так, хотя бы чисто по характеристикам. Боковины у нас пластиковые, и это грустно, особенно на фоне того, что и задница, и передница у нас из стекла. Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке питания, очень многим людям это нравится, я отношусь к этому нейтрально, ну, в принципе, здесь почти удобно этим сканером пользоваться, если бы кнопку опустили бы чуть-чуть ниже, было бы еще лучше, ну и так, в принципе, пойдет. Как я уже говорил, боковины пластиковые, но они матовые, что хорошо, потому что не так быстро будет это все дело царапаться, не сильно оно марка, чуть более приятно оно все тактильно, ну и плюс люди, которые не шибко в этом всем шарят, они наверняка в магазине могут даже подумать, что это металл. Вот, поэтому с этой точки зрения, наверное, все Xiaomi сделали правильно, и вообще они молодцы. Сверху у нас находится дополнительный микрофон, инфракрасный порт, я думаю, что кто-то этим даже пользуется. Слева есть лоток под карту памяти, справа, как я уже говорил, у нас кнопка питания, я не прокомментировал, но здесь же живет качелька регулировки громкости. Что у нас снизу? А снизу у нас все, что нужно молодому организму, а именно микрофон, динамик и миниджек. Да, он здесь есть, возрадуемся все вместе, это один из тех аппаратов, в которых вроде как и железо не фуфло, и Type-C есть, и миниджек есть. Я вот сейчас заметил еще некоторые нюансы, опять-таки наведем фокус и попытаемся это все показать на камеру. Вот вы видите, на окантовке матовой есть вот такие вот пятнышки, здесь и здесь. Я этот телефон не ронял, я его не затирал, но тем не менее здесь есть, скажем так, потертости, видимо, от пленки транспортировочной. Я не знаю, от чего он успел покоцаться, затереться и так далее, потому что телефон изъят из коробки буквально недавно, максимум час-два назад. Якость. Что еще по этому аппарату я хотел бы вам сказать? Ну, во-первых, здесь IPS-дисплей, что тоже для многих людей большая радость, потому что AMOLED мне всем нравится, многие их терпеть ненавидят, а здесь IPS, и это как бы хорошо. IPS, я так чувствую, 60-ти герцовый, потому что ощущается то, что плавность всего происходящего, она не запредельная. Это вам сейчас говорит человеку, у которого 120-ти герцовый экран в смартфоне и установлен, естественно, на такие же настройки, на 120 герц. Поэтому мне кажется, что здесь все не очень плавно, но вроде как вот до этой секунды я думал, что телефон не лагает. Но оказывается, почему-то у нас открывается вместо листания рабочих столов Google Now или как это говно называется. Я не могу понять, в чем проблема, почему. MIUI, как я тебя люблю. Ну, в общем, не идеальная здесь прошивка, если очень кратко. Что еще хотелось бы сказать? В настройках я пытался обнаружить, что с этим телефоном не так. О, мы перестали глючить. В настройках я пытался найти, как отключить здесь рекламу. Вот, я вам сейчас это покажу. Но отключить встроенными, скажем так, возможностями, я так понимаю, это никак нельзя. Можно отключить ее персонализацию. Спасибо Xiaomi за то, что кормите нас рекламой в своей прошивке. Я не понимаю, зачем это вообще сделано и почему они так хотят, таким образом, монетизировать свои смартфоны. Мне кажется, это даже немножечко низко. По разблокировке здесь есть и сканер отпечатков пальцев, который срабатывает идеально, очень быстро. Нет вообще к нему никаких претензий. Как вы видите, я касаюсь на долю секунды сканера и у нас тут же телефон разблокируется. Также он умеет разблокироваться, распознавая ваше лицо, но это уже происходит не так быстро. Особенно, когда я разговариваю, вообще не хочет распознавать меня почему-то. Но, как вы видите, имеется у нас задержка. Я надеюсь, вы это видите. Ну да, в принципе, вы должны были это видеть, исходя из того, что я сам вижу на нашей основной камере. Сканер пальца быстрее распознает вас, чем распознавание по фронтальной камере. Увы. Так, дальше идем. Покажу вам баллы в Antutu, почему бы и нет. Antutu у нас запустилась. Вот, вы видите, попугайчики. Если они вам о чем-то говорят, я за вас очень рад, но я на самом-то деле на этом аппарате ни во что пока не играл. У меня смешанные ощущения от плавности и скорости работы ПО по тесту чуть более глубоко, скажем так. И потом поделюсь своими впечатлениями уже конкретно в Абзире. Ну, на этом по первым впечатлениям, наверное, почти что все. Вы сейчас на экране видите фотографии, которые даже я еще не смотрел, потому что я на данный момент их даже еще не снял. Но, тем не менее, вы уже можете составить о них какое-то свое мнение и принять для себя решение. Хорошо снимает по вашим меркам Redmi Note 9 Pro или нифига не хорошо он снимает по вашим меркам. В Абзире, естественно, я уже все фотки буду комментировать и рассказывать, что я о них, в общем-то, думаю. Ставьте лайки, делитесь этим видео, задавайте свои вопросы по этому смартфону. Предварительно аппарат неплохой, но, как вы уже могли увидеть, нюансы некоторые у него, к сожалению, есть. Что, в принципе, вполне ожидаемо, потому что здесь мы платим чисто за голое железо и практически нифига не платим за все остальное, что вокруг этого железа, в общем-то, здесь навешано. Линки есть в описании. Напоминаю, что делиться этим видео очень важно и нужно. Спасибо всем, кто смотрел. Пока.